Помощь рядом 2.0. Башкирские поисковики запустили проект по обучению добровольцев методикам поиска и навыкам работы с оборудованием. Грамотные волонтеры, знающие, как правильно выполнить поставленные задачи, оперативнее находят людей и, главное, делают это без ущерба для себя и окружающих. Подробнее расскажет руководитель проекта, директор Центра поиска пропавших людей Республики Олеся Пышкина. Олеся, здравствуйте. Добрый день. Прежде всего, на сегодняшний день актуален ли вопрос обучения волонтеров? Много ли желающих сегодня? Вопрос актуален и, более того, мы были очень удивлены. У нас есть добровольцы, которые записались в обучение, которые проживают не то, что не в городе Уфа, а даже не в республике, начиная от Краснодара, заканчивая Кемеровской областью и Алтаем. У нас есть желающие, причем они разных возрастов, обучиться в рамках проекта. Конечно, мы не отказываем, несмотря на то, что все-таки проект направлен на обучение молодежи Уфы и Уфимского района. А вы уточнили, что из другого региона есть желающие. Обучение в каком формате проходит? Давайте уточним. Это электронный формат? В основном проходят у нас теоретические занятия в формате онлайн. Потом мы отрабатываем это на практике в формате уже очной встречи, где-то либо в парке, либо в лесополосе. Но учитывая, что не каждый может. Например, у нас есть мамочки с детьми, которые не могут оставить ребенка или взять его с собой и прийти на обучение. Поэтому на оффлайн занятиях народу гораздо меньше. И именно поэтому мы не отказываем, потому что теоретическая база все-таки останется и у ребят, которые, скажем так, находятся далеко. Но какие-то азы уже они поймут. Они придут в добровольческий отряд в своем регионе и там уже доучатся. Сам проект «Помощь рядом 2.0» направлен только на волонтеров или еще, помимо этого, есть другие группы людей? Он направлен вообще на обучение населения. Это не значит, что каждый прошедший обучение станет волонтером. Кто-то, может быть, пройдет его для себя. Кто-то пройдет это обучение и поймет, что это все-таки не его стихия, скажем так, и ему нужно что-то другое. Но, тем не менее, эти знания пригодятся любому человеку и в обычной жизни, потому что навыки ориентирования, любой из нас может заблудиться в лесу. Даже вы пойдете в лес и можете заблудиться. И даже я, если пойду без компаса, без навигатора и без карты, я тоже рискую, конечно, оказаться в затруднительной ситуации. Поэтому, учитывая, что у нас очень много посвящено именно безопасности, собственной безопасности, оказанию первой помощи, в том числе первой помощи самому себе, если ты вдруг пострадал, получил какую-то травму и рядом никого нет. Поэтому не только волонтер, а любой желающий может пройти данное обучение и получить для себя что-то полезное. Такие основы безопасной жизни и деятельности для всего населения получаются. Да, да. Да, действительно, вы точнили, что труд волонтера порой не каждому подходит, поскольку работу все равно изматывает, это эмоциональная усталость, возможно, ментальная. Как-то с этим обучают, как справляться, потому что труд сами понимаете? Ну, во-первых, мы всегда предупреждаем на самой первой встрече, что нужно уметь разделять, нужно уметь дозировать эту нагрузку. Бывает такое, что приходит очень активный доброволец, он давно хотел этим заниматься, он пришел и, как в фильме, да, на завод, я на пашню, я... И вот он начинает брать на себя все задачи, и мы понимаем, что человек очень быстро перегорит и эмоционально очень устанет. А учитывая, что эта деятельность не только сложная, она еще в некоторой степени экстремальная, эмоциональная нагрузка порой бывает очень сильная. И даже не только во время поисков, у нас были случаи, когда на учебных поисках люди не выдерживали, просто со слезами на глазах выходили из леса, потому что тяжело. И мы стараемся уже говорить, давай эту задачу возьмет другой человек, а ты сегодня отдыхаешь. Учите делегировать другими словами. Ну, вроде того, да. Помимо этого, вы уточнили, что человек берется за все, а кроме этого, какие проблемы существуют у новичков? Во-первых, это стеснение. Я сама через это прошла. Я, когда вступила в отряд, я вступила в него в апреле того года, да, 2017-го, получается, активно начала заниматься только в августе. Но я там как в омут с головой сразу. И вот три месяца я просто сидела, наблюдала и думала, ну, они же все знают, они лучше сделают. Вот мне когда скажут, я пойду делать. И вот зачастую вот это вот отсутствие инициативности, какой-то страх навредить, потому что мы всегда говорим, что главное не навредить поиску, потеряшке, отряду, заставляет людей отказываться где-то от проявления себя. Не ожидал, что даже в этих вопросах существует стеснение, поскольку открыл для себя что-то новое. Давайте поговорим подробнее о проекте. Это реализуется, как я понял, в первый раз, проект? Да, этот проект реализуется в первый раз. 2.0 он назван только потому, что в первый раз, когда мы этот проект подавали, он у нас не победил. Мы решили не называть его именем пораженного, скажем так, и добавили 2.0. Это апгрейд. Апгрейд. И на какие результаты рассчитываете в ближайшее время? А в рамках проекта мы собираемся обучить 5 потоков добровольцев по 20 человек. И в конце проведем большой учебно-тренировочный сбор для всех, возможно, с ночевкой, если позволит нам погода, где каждый сможет пообщаться, познакомиться в первую очередь друг с другом, потому что им потом вместе с этими людьми все-таки ходить на задачи, работать. И понять окончательно для себя, потому что, например, поиски в природной среде физически и эмоционально выдерживает не каждый. И, может быть, человек подумает, чем подводить группу, например, у человека больное колено. Два километра прошел, дальше идти не может, и выходит из леса вся группа, потому что одного отправить его нельзя. А почему нельзя? Неужели возможно, что он деориентируется, дезориентируется? У нас есть такое понятие, как ответственность, и жизнь, здоровье поисковика всегда в приоритете. Поэтому по правилам для безопасности человека одного мы никогда не... У нас, в принципе, по одному не ходят. Мы даже в городе стараемся отправлять по два человека. За редким исключением группы повышенной готовности, это наши самые подготовленные ребята, которые могут и в заброшенных зданиях отработать, и где-то под землей отработать, и еще где-то. То есть люди, которые прошли специальную подготовку к ту или иную. То есть здесь такой принцип, один за всех, и все за одного, командная работа в сложенности. Никогда у нас один человек, ну, за исключением, например, нужно ребенка в торговом центре, да, посмотреть, не гуляет ли он там. В этом случае даже и девочка самостоятельно справится. А если это на улице, бывает даже днем, у нас была такая ситуация, когда парень и девушка пошли расклеивать ориентировки. И парень, значит, отошел опросить кого-то, а девушка клеит. И сзади к ней подходит мужчина, и прямо в ухо ей как крикнет, ты что тут делаешь? Она говорит, я так испугалась. И то есть, опять же, адекватно ли попадется житель? И здесь, из этих соображений, потому что мы бережем своих добровольцев, мы решили, что так у нас будет всегда. И это правильное решение. И самое главное, сколько по длительности будет проект длиться? Проект по длительности длится 11 месяцев. Обучение каждого одного потока длится, ну, полтора-два месяца. Иногда бывает, например, у нас срочный поиск, у нас пропавший ребенок, мы все выезжаем туда и занятия переносим. Поэтому вот немножко себе делаем запас небольшой. Труд волонтеров, он действительно очень актуален в наше время, поскольку я сам неоднократно вижу, как в группах тех же, знаете, местных подслушанных выкладывают информацию о том, что пропал человек, пропал ребенок. И как бы это ни проскорно звучало, именно сейчас эта работа важнее всего. И вопрос стоит в том, что как тесно сотрудничают волонтеры с правоохранительными органами? Мне кажется, более тесно сотрудничать уже нельзя. Сотрудничаем очень тесно. Сотрудничество строилось у нас долго, и с каждым годом оно только укрепляется. Что касается и правоохранительных органов, причем это и на официальном уровне закреплено, и взаимосвязь между сотрудниками и нашими добровольцами тоже налажена. И также с МЧС тоже у нас, в принципе, все отработано. Если есть какие-то проблемные моменты, они тут же обсуждаются, тут же решаются. Но это скорее какое-то исключение, какая-то редкость, если какой-то поиск сложный, например, если какая-то криминальная история, и нужно подумать, как правильно делать. А в остальном мы рады, что они с нами, они рады, что мы с ними. Да, это взаимовыгодное сотрудничество, буквально. И давайте в завершение интервью самый интересный вопрос. Как во время поиска волонтеры делят территории, которые необходимо исследовать? Волонтеры не делят территории, делят территории координатор. На каждом поиске есть координатор. В разных отрядах он называется по-разному. Это может быть старший на месте, это может быть старший поиск, а старший группы, везде по-разному не суть. Координатор, глядя на карту, на район поиска, зная всю информацию о том, куда мог пойти потерявшийся, кто этот потерявшийся, если это ребенок одно, а если это человек с деменцией, с потерей памяти, это совсем другое. И координатор распределяет задачи между группами волонтеров, им остается только честно и качественно эту задачу отработать и рассказать об этом координатору. Даже элементы профайлинга у вас присутствуют в работе. Спасибо большое, Олеся. Я напомню, гостем нашей студии была руководитель проекта «Помощь рядом 2.0», директор Центра поиска пропавших людей Республики Олеся Пышкина. Мы вернемся после короткой паузы. Оставайтесь вместе с нами. Продолжение следует... Продолжение следует...